Поверьте, мне трудно начинать говорить. Последний раз я стоял за этой кафедрой полгода назад. И хочу вначале сказать, что этой проповеди, которую я хочу говорить сегодня, могло бы уже не быть именно из моих уст. Но Господь, особенно добр, милостив, за что Ему несказанная честь, хвала и прославление. За день до дня рождения, 20 февраля, я узнал, что заболел ковидом. И мне предложили лечь в больницу, но я принял решение, что попробую лечиться дома. Различные лекарства, уколы, капельницы. Казалось бы, делали все нормально, но 22 февраля, то есть через три дня, решил проконтролировать. И сделал компьютерную томографию, которая показала заражение или поражение легких 35%. Врач, которая делала мне капельницы, она сказала, это достаточно серьезный уровень, чтобы лечиться дома самому. Я рекомендую вам все-таки лечь в больницу. И 23-го меня и мою супругу, которая тоже была больна, также коронавирусом подтвердился и у нее, нас отвезли на скорой помощи уже в больницу. 25 февраля мое состояние очень сильно ухудшилось, я стал задыхаться. И меня повезли снова на повторную томографию, где поставлен был диагноз поражение легких 100%. И прямо на каталке меня перевезли в реанимацию. Там попытались одеть мне маску, одели прямо полный скафандр, потому что дыхание почти перестало у меня. Поток кислорода, который мне подавали, составлял 70 единиц. Чтобы иметь представление, для того, чтобы перейти с кислорода на обычный воздух, нужно 2% или 2 единицы. А мне подавали 70, чтобы осталось дыхание. Спустя еще несколько минут я ушел в кому, потому что оставаться уже в таком состоянии у меня не получилось. Открыл глаза через 4 дня. Открыл глаза, и это было то ли утро, то ли ночь, но на улице было темно. При слабом освещении в палате я увидел, что рядом со мной стоит санитар полностью в этой униформе. Он не видел, проснулся ли я или нет, но я услышал его слова. С кавказским акцентом он говорил, отец, не уходи, пожалуйста, не уходи. Это все, что я помню, но я осознал, что мое состояние особенно сложное, критическое. Я в это время еще не знал, что у меня степень поражения 100%, мне этого не сказали. Я не знал, что меня успели за это время заразить особой болезнью, поражение правого легкого, грибок внесли мне. Я не знал, вернее, знал я только то, что у меня очень слабое сердце, это и вы знаете, ишемическая болезнь сердца, при которой тоже очень маленький процент остаться в живых. То есть все вместе сложить, у меня шансов остаться жить было ноль. Ровным счетом никаких не оставалось. Но у меня было одно преимущество, знаете какое? Это молитва. Мне никто не мог помешать. Я видел, что рядом со мной стоят капельницы, по 10-12 банок постоянно втекало в меня. Это много ведер прокачали различных препаратов. Но у меня была возможность говорить с Господом. И я использовал эту возможность. Знаете, за короткий промежуток времени, за несколько часов, как в панораме, прошла вся моя жизнь. Я вспоминал отдельные фрагменты. Я молился. Я просил прощения у Господа. Хотя я не был отъявленным каким-то преступником, грешником в течение всей жизни, но ошибки были. И я искренно молился и просил, чтобы Господь простил меня. Я задавал Богу вопросы. И знаете, Бог отвечал мне. Каким образом? Как-то я уже говорил, за последние 6 лет мы с супругой вот уже седьмой раз читаем Библию. И все библейские тексты, они очень хорошо запечатлеваются в памяти. Поэтому, когда я задавал Богу какой-то вопрос, Духом Святым Бог просто напоминал какой-то текст. А это было ответом на те вопросы, которые я задавал. И знаете, проведя такой некий экскурс в своей жизни, я стал вспоминать истории библейских героев. И особенно долго остановился в рассуждении над жизнью царя Езекии. Поверьте этому благочестивому человеку, трудно было согласиться, что в середине своей жизни ему нужно будет умереть. Помните слова Бога через пророка Исаию? На постель, на которую ты лег, ты не встанешь, ты умрешь. Не хотелось ему в этом возрасте 45 лет уходить из жизни. И Господь подарил ему некие преимущества. И знаете, вот в этот момент, рассуждая об этом, я отключился еще на сутки. И когда я снова пришел в себя, интересно, что я стал продолжать рассуждать о царе Езекии. Эта же личность, она снова всплыла в моем сознании. И знаете, я понял, что довериться Богу – это очень важно. И я снова стал молиться и говорю, Господи, я доверяю Тебе свою жизнь. Но, Господи, Ты же сотворил меня для жизни. Ты же заинтересован в том, чтобы я еще продолжил жить. Господи, сделай эту милость. И знаете, я понял некую вещь, которой я как-то раньше не уделял столько внимания. Вы знаете, что с вами я очень часто беседовал. И когда вы говорили о ваших сложностях, трудностях в вашей жизни, я вас всегда убеждал. Дорогая сестра, дорогой брат, доверьтесь Господу. Господь поможет решить вам. Господь вас не оставит. Знаете, говорить мне, вам было легче, чем вот там на кровати говорить это теперь Богу. И я понял, что я не совсем искренен в молитве перед Богом. Я Богу как бы говорю, Господи, я Тебе доверяю, но, пожалуйста, Ты же помнишь, что Ты меня для жизни сотворил. И тогда я перестал молиться. Я снова все попытался в своем сознании переварить. И затем просто понял, мне нужно конкретно говорить сейчас с Богом. И я сказал, Господи, если Ты решил успокоить меня теперь, я полностью доверяюсь Твоей руке. Да будет Твоя воля. Но, Господи, если у Тебя есть какие-то планы на меня, и Ты считаешь, что я могу быть еще кому-то полезным, или что-то еще сделать, Ты скажи только слово. Но я уверяю себя в Твоей руке. Да будет, Боже, Твоя воля. Вы знаете, мне стало намного легче. И я снова уснул. Но это уже не кома была. Это обычный сон. Знаете, тогда, когда я сказал, Господи, да будет Твоя воля, Бог и совершил свою волю. Господь сотворил великое чудо в моей жизни. То, что у меня было сто процентов поражения, только тысячная доля зараженных сто процентов остаются живыми. То, что меня заразили грибком легких, пятьдесят процентов людей не вылечиваются, умирают. То, что ишемическая болезнь сердца усиливает любое проявление болезни, это давало еще большие шансы, что я жить никак не должен. И то, что я сегодня стою здесь, это великое Божье чудо, о чем я сегодня свидетельствую вам. И предлагаю, не переставайте доверять Богу. Бог сделает то, что будет лучше для вас. Я знаю, что обо мне искренно молились мои родные. очень многие о церкви. Молились пасторы на совещаниях, в офисах, некоторые конференции даже назначили ночь молитв по часам. Молились и в России, и в других странах. Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогая моя церковь, дорогие родные, дорогие друзья, все, кто молились обо мне. Спасибо вам! Вы сделали лучшее! И сегодня это не только мой опыт продолжения жизни, это уже и ваш опыт отвеченных молитв. Все 34 дня моего пребывания в реанимации, 16 дней в другой клинике в отделении пульмонологии, и спустя еще 4 месяца «Каждое утро, просыпаясь, я радуюсь новому подарку Господа». Завтра у меня нет. Я не знаю, как у вас, но после ковида завтра у меня нет. У меня есть только сегодня. И я хочу именно сегодня выполнить волю Бога в моей жизни. Я еще раз хотел бы сказать, друзья, что сегодня каждый из нас призывается выполнить волю Божью, потому что мы не знаем, что Господь приготовил завтра для нас с вами. Потому что так, как я заболел, неожиданно это может случиться в жизни каждого. И кто-то из присутствующих здесь уже проходил это. Может быть, не в такой степени, но мы знаем, что это все происходит внезапно, неожиданно. Я задумался над тем, а что есть воля Божья в моей жизни? И очень хорошо об этом сфокусировал или выразил апостол Павел в 1-м послании к Фессалоникийцам 4-я глава 3-й текст. Ибо воля Божья есть что? Освящение ваше. Подождите, воля Божья забота о семье? Почему об этом не говорит Павел? Воля Божья это наша работа? Воля Божья это воспитание детей? Воля Божья это просто поехать отдохнуть? Вы понимаете, вот эти вещи нам очень легко даются и мы говорим я отец, я призван заботиться о семье, я мать, призвана создавать уют в доме. Подождите, не об этом Бог говорит через свое слово. Он говорит, воля Божья это твое освящение, это мое освящение. Вот это главное, друзья, когда мы освящаемся, о чем мы чуть ниже будем говорить, мы как раз и воспитываем наших детей, и это освящение проявляется и на работе, и в семье, и на отдыхе, где бы мы ни находились, именно освящение, оно играет самую важную роль в нашей жизни. Что такое освящение? я обратился к словарям и вот что нашел. Освящение это посвящение, святость, это человек святой, возвышенный, отделенный Богом, высоконравственный, он назван святым, знаете, кем? Богом или другими людьми, но ни в коем случае не мной. Я не могу говорить, что я святой. Это вы можете сказать обо мне, если я таковым являюсь. Я могу говорить о вас, если вы таковыми являетесь. Но говорить о себе это признак не освящения, это признак гордости и самовозвышения. И брать на себя эту ответственность Бог мне не дал, думаю, как и вам. Посмотрите в жизни Елисея. Помните, женщина сунамитянка пригласила его на обед к себе домой. Но прежде она обратилась к мужу и говорит, вот этот человек Елисей, который проходит мимо нас, постоянно святой. Интересно, выражение, правда? Там есть запятая, которую можно и так и так переносить, но мы знаем, на иврите запятых нет. Если уж там есть йод, то вот этот крючочек обозначает обязательно какую-то букву. А вот именно разделительных таких знаков в иврите нет. Поэтому вот этот человек, эта женщина характеризовала, который проходит мимо нас, он постоянно святой. Это образ его жизни, это его характер, это его жизнь, которую он выражает Господу. Слова освящения, посвящения или святость в Библии используются часто и встречаются в Ветхом Завете. Позвольте, спрошу, чаще о святости говорится в Ветхом Завете или в Новом? Как вы думаете? В Новом? Я тоже так думал. Но в Ветхом Завете об этом говорится тысячу раз, а в Новом Завете всего триста. То есть основание еще там было положено святости. «Истинное освящение», пишет Вестница Божья в журнале «Знамение времени», «Истинное освящение – это не что иное, как любить Бога всем сердцем, непорочно жить по Его заповедям и уставам. Освящение – это не чувство, а рожденный небом принцип, который подчиняет все страсти и желания Духу Божьему. И эта работа совершается через нашего Господа и Спасителя. Хотите освящения? Друзья, не ищите в интернете Его. Ищите Его в объятиях Бога, потому что только Он освящает. не ищите в подделках, не ищите даже в добрых делах. Освящение – оно в объятиях Бога. Посмотрите, Павел обращается к Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Он их называет освященными во Христе и Иисусе, призванным, святым. Это что, там была безгрешная церковь? Нет. Здесь Павел называет детей Божьих святыми не потому, что они чистые и безгрешные, а потому, что они принадлежат Богу. Они вручили себя и посвятили себя Богу. Но у них происходит процесс освящения. Вот это очень важный момент. Никогда никому не говорите «Я член церкви, посещаю молитвенное собрание, совершаю служение, поэтому я святой». Это прекрасно, что вы ходите в церковь, что вы члены церкви, но освящение нечто большее. Освящение это смирение перед Богом, это глубокая вера в Спасителя, это Дух Святой, живущий в нас. Друзья, вы чувствуете, что я о делах почему-то как будто не рассуждаю. У освященного человека освященные мысли, освященные чувства и освященные посвященные дела. Это следствие, праведная жизнь, это следствие освящения, это следствие наших отношений с Богом. Освящение это не одномоментное, а продолжающаяся во времени работа, так же, как и послушание. Пока сатана продолжает искушать нас, борьба со своим «я» будет возобновляться вновь и вновь, «но послушанием Богу истина осветит душу». Это выдержка из книги «Вера и дела». Итак, обращение это момент, это вспышка, это конкретное действие Духа Святого, чтобы встряхнуть человека. Это обращение, а освящение это процесс всей жизни. Нам этого никогда не нужно забывать. Слово освящение или освящать часто встречается в Писании и употребляется в трех значениях. Первое, в Ветхом Завете слово освящать часто означает отделять. Вот просто отделить. Отделять значит взять нечто и отделить для Бога. И тут сразу я задаю себе вопрос. А что я каждый день отделяю для Бога? Прямо с самого утра. Что я отделяю для Бога? Если я хочу, чтобы святость Божья покоилась на мне, то мне на что-то нужно обратить внимание. Но если я ничего не отделяю для Господа каждый день, не верьте в освящение вашего характера, ваших мыслей, чувств, вашей жизни. Святость, она должна быть во всем. Слово освящать впервые используется в книге Бытие, 2 глава, 3 стих. Помните, о чем идет речь? Помни день седьмой. То есть Бог отделяет один день недели для отношений. Написано, Он отделил этот день и освятил. Вот почему. После этого акта еще в Едемском саду Бог обращается к человеку, к нам и говорит, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас. Слышите, суббота это не просто приглашение Бога прийти в Дом Божий, а это приглашение освятить вас. И если вы не пришли в Дом Божий на встречу с Господом, не думайте, о том, что вы освящаетесь лежа на диване дома, в лучшем случае, уже не говоря о нарушении субботы. Я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Место присутствия Бога это святое место. Там, где присутствует Господь, это место свято. Скажите, в Доме Божьем, в присутствии Бога, этот дом святой? Только два человека кивнули головой. Или мы все говорим, что да? Да. Скажите, а если мы на природе находимся, и Бог с нами говорит, это место святое? Спасибо, друзья. И будем помнить, что за нами весь мир, включая и самого дьявола, наблюдают, как мы ведем себя в Доме Божьем, и как мы ведем себя на природе, на отдыхе. Мы в присутствии Бога стоим, то мы должны понимать, что святость Божья, она либо над нами, либо в нас, либо с нами, либо она проходит стороной мимо нас. И если мы хотим действительно быть святыми во Христе и Иисусе, давайте никогда не будем терять наше христианское лицо и ответственность. Кто освящает по тексту? Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. А что освящает Бог? Этот текст о чем говорит? И ваш дух и душа и тело во всей целости до сохранится без порока в пришествии Господа. Вот почему наша церковь высоко ставит вопросы здоровья. Вот почему в нашей церкви Библия поднимается как высшее мерило святости, праведности и отношений с Богом. Вот почему Бог является или открывается нам через свое слово, через те средства, которые он оставил для нас. Второе значение слово освящать употребляется в значении благоговеть. Интересное, да? Чтить, ценить, славить. Третья заповедь, о чем нам говорит? Не произноси даже имени Господа Бога твоего напрасно. Будь осторожен. Это имя свято и сама личность святая. И постарайся не хулить Бога своим неправедным поведением, неверными словами, даже мыслями. Господа Саваофа, Господа Воинц, Его чтите свято. Он страх ваш, Он трепет ваш. И нам всем сразу же, наверное, вспоминается картинка, произошедшая в Скинии, когда Надав и Авиуд вносят чуждый огонь. Что произошло? Они пали мертвыми. Господи, Ты же Бог жизни! Но, не бросайте вызов Богу никогда. То, что говорит Бог, то делайте, и Он сохранит нас без пятна или порока. Мы уже прочитали. Посмотрите, когда похоронили этих двух юношей, помните, что сказал в этом случае Господь Моисею и Аарону, Он говорит, в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Интересное обращение, да? В приближающихся к Богу Бог освящается и прославляется. Интересное выражение, а как Бог освящается? Мы возвеличиваем святость Божью. Нет, не нашей святостью мы наделяем Бога, а мы как отдельная лампочка, которая тоже начинает сиять при другой лампочке, увеличивает сияние. Вот так честь и славу Богу мы увеличиваем своей жизнью. Скажите, а вот как быть с этим текстом и всякая десятина на земле это святыня Господня. Вот тоже интересные тексты. Это святыня, это отделенное, то, что мне не принадлежит, а принадлежит Господу. Моисей и Аарон, помните, когда они ударили однажды там по скале, и Бог вынужден был не допустить их войти в обетованную землю. Посмотрите, как Бог с болью в сердце, возможно, говорит об этом. За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Закон свят, заповедь свята, праведна и добра. закон свят, заповедь свята. Какую заповедь можно нарушить? Вот. Оказывается, нельзя нарушать закон. А мы не нарушаем. А если нарушаем, то что, какую заповедь мы нарушаем? Ту, которую нам хочется. оказывается, она перестает быть святой. Когда у меня появляются недобрые чувства, побуждения, желания, я могу нарушить десятую, девятую, я могу нарушить там в середине какое-то неправильное отношение к родителям. Слушайте, оказывается, ничего нельзя нарушать, что там в законе. если я хочу быть святым. И это слово, чтобы сказал Господь, что я святой, для меня все десять заповедей одинаковы. Третье значение, которое используется в слове освящение, это физически очистить, то есть сделать святым. В книге Исход 19 главе помните, записан случай, когда Бог дает народу израильскому закон Божий, вот это десять заповедей, просит Моисея поднимись на гору. А что он дает, какое повеление Моисею? Освети народ. И тоже интересное выражение, пусть они что сделают? Вымают одежды свои. Так подождите, в процессе освящения это делает только Бог или же участвуют люди. Друзья, когда я иду в Дом Божий, я могу прийти в грязной одежде, но я могу ее постирать и погладить? Вот даже дети знают. Очень приятно это услышать. Друзья, но это очень важно. Поэтому если я прихожу в несоответствующей одежде в Дом Божий, освящение проходит мимо меня. Я не понимаю, что такое освящение. Господь не может освятить меня. Это одно, это один момент. Потом посмотрите, когда народ израильский переходит через Иордан, теперь уже Иисус Новин говорит, обращаясь к народу, то же самое, освятитесь. Приготовьтесь. Мы завтра переходим под знаменем Бога. Переходим Иордан. Осветитесь. Приложите усилия. Тоже интересный момент, когда празднуется Пасха. Как нужно было приготовиться к Пасхе? Омыть тело, постирать одежду, в доме вычистить всю посуду, привести полный порядок. Вот тут я остановлюсь. Когда мы готовимся к вечере Господня, это Пасха, мы все это делаем дома, именно так мы готовимся к этому событию. Друзья, и очистить внешнюю сторону человека очень важно. И очистить сердце, это тоже освящение. Я благодарю Бога, когда меня перевели уже из ковидной клиники, перевели в пульмонологию в другую больницу. Буквально в первый же день, когда я вышел из реанимации во второй клинике, в этот же первый день ко мне приехал пастор нашей церкви и брат Гиви, пресвитер. И они приехали, чтобы совершить елея помазания. Уже утром я знал, что они приедут. Я в палате приготовил также больного напротив меня, он лежал на покровати. Я рассказал ему, что такое елея помазания, сказал, что пастор церкви приедет. Мы долго беседовали с ним, а затем он спросил, а когда они приедут, я могу присутствовать? Я говорю, конечно, можешь. И знаете, когда братья приехали и склонили колени у моей постели, этот человек Николай Петрович, он тоже склонил колени. И он плакал. Ему жаль было, возможно, у меня такое хорошее выражение лица было, что он проникся чувством. Но с другой стороны, я попросил и пастор нашей церкви помолился о нем. Мы с ним еще пять дней были вместе в палате. И он каждый день, он вспоминал это событие, обо мне помолился пастор. Но я скажу о себе, друзья, с того момента, когда было совершено елее помазание, через три дня я своей рукой отключил кислород. Еще через день я встал и пошел по палате. Еще через три дня я уже около 25-30 метров по коридору ходил, а через неделю уже 150 метров прохаживал. Это действие Бога было. это не моя сила, а это сила Божья. Если кто-то боится елея помазания, бойтесь упустить возможность. Это событие не к смерти приготавливает, а к особым отношениям с Богом. И пусть Бог благословит вас. Освящение это дело, которое совершается в нас, а не для нас. Пожалуйста, обратите на это внимание. Освящение происходит внутри, а не добрый подарок со стороны кого-то нам. Мы это чаще всего воспринимаем как подарок внешний. И если мы не видим этого внешнего проявления, мы опускаем руки. Нет, самое важное это то, что происходит внутри, в нашем сердце и в нашем нас с нашим Богом. Освящение производит в нас Бог посредством Святого Духа. Он говорит, и дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. Для чего же Бог меняет мое сердце? Как вы поняли из этих текстов? И будете ходить в заповедях. Друзья, если я нарушитель воли Божьей, если я нарушаю заповеди Божьи, освящение прошло мимо меня, хотя я приношу свою храмину телесную сюда и сажаю ее на одной из скамей нашей церкви. Освящение проходит, если не меняется моя жизнь. Это говорит о том, что мои отношения с Богом слишком хилые, слишком слабые, и не надо отчаиваться, если это кто-то наблюдает в своей жизни. Наоборот, пересмотрите ваши отношения с Богом, откройте ваше сердце Богу, просите, чтобы Он вошел в вас, чтобы Он совершил вот это преобразование вашего ума и сердца. И слушайте Его голос, и выполняйте то, что Он говорит вам. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. А вот тут сложно. Жена попросила что-то сделать, или муж. Да ладно, сделаю, лишь бы отстал, отстала. Или же, а у меня есть преимущество послужить, чтобы принести ей радость или ему. Вы чувствуете, как по-разному это все звучит. Честность в труде – это визитная карточка освященного христианина. Труд для Господа святые часы для Господа. Вот это оно делает нас действительно святыми. Чужие предметы в кармане освященного христианина никогда не будут находиться. То есть то, что не мое, это нарушение Божьей заповеди. Мне очень нравятся слова Иисуса Христа из Его молитвы. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Вот задумайтесь, друзья, освяти истинною Твоею. Это молится Иисус об учениках и о нас с вами и говорит Слово Твое это истина. Она освящает вас. Если вы давно перестали читать Библию, вы как мне не страшно, но я произнесу это слово, вы мертвец. если вы перестали читать Библию. Сатана внушает, что сегодня у меня лучшие отношения с Богом, чем были вчера. Ничего подобного. Я уже разучился слышать голос Божий и мне голос Божий уже не нужен. Он мне мешает строить отношения с окружающими. почему? А потому что жизнь окружающих людей, я имею ввиду, не членов церкви, окружающих, очень часто завлекает нас и нам начинает нравиться вот тот наружный мир, не духовный, не то, что происходит в сердце, а то, что происходит вокруг, меня привлекает. А Слово Божье, оно меня держит не просто в рамках, оно помогает мне сохранять духовный мир. Освящение никакого в таком случае не происходит, если мы не изучаем Писание. Духовная жизнь прекратилась. Как часто вы обращаетесь к Библии? Как часто становитесь на колени и приступаете к Богу в тайной комнате? Как часто это происходит? И каждый человек должен ответить себе на этот вопрос. Говорите с Богом в молитве, и Господь ответит вам через свое слово. Общение с Ним дает новую жизнь. Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить, очистив бани водной посредством слова, чтобы представить себе эту церковь церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот такой желает видеть свою церковь Господь. Наша красноречие, наша ученость, наши слова, наши богатства не способны представить Христа миру. Это возможно благодаря нашей святой христианской жизнью. Единственное, о нас могут говорить, как об ученном человеке, о степени учености, но это не сделает других людей более чистыми и святыми. Хорошим христианином может быть только обращенный и освященный человек. Такой человек является человеком Божьим. Обратите внимание, такой человек живет для Бога, живет с Богом, живет Богом. И мысли, и чувства, и побуждения все сосредоточено на Боге. Наверное, кто-то сидит и думает, а что же за образ христианина я рисую здесь за кафедрой? Вся остальная наша жизнь пройдет тогда где-то в стороне, если я только буду сосредотачивать свое внимание на Иисусе Христе. Да нет, друзья, жить в союзе с Богом это настоящая красивая картина, которую нарисовал не Репин, не Иванов, а нарисовал сам Господь. Это лучший путь, к которому Господь призывает нас. Что дает внешняя набожность? То есть иногда мы готовы сознанием понимаем, раз мы христиане должны быть лучше, чем другие, и не формируя свой характер, просто хотим создать доброе представление о себе. Вот это внешняя набожность. Можно принимать участие во всех таинствах церкви даже, соблюдать ритуалы, но при этом оставаться безбожником. Не страшно? Мне страшно, друзья. Если в доме родители часто ссорятся, грубо говорят, обижают друг друга, там не пахнет освящением. Родители должны сделать религию Христа привлекательной, проявляя радость, христианскую вежливость и нежное сострадательное расположение. А вот здесь конкретное предложение жить по воле Божьей, жить Богом, жить с Богом. Дом Божий это место освящения, посвящения, общения со Святым Богом. Все люди должны приходить сюда, чтобы поговорить друг с другом. Да или нет? задайте себе вопрос. Сегодня утром, когда вы собирались идти в Дом Божий, вы для себя поставили цель. Я иду в Дом Божий, чтобы осветиться, чтобы сблизиться с Богом, чтобы услышать, что, Господи, ты желаешь сказать мне. Если у вас были такие мысли и чувства, вы хороший христианин, если что-то другое двигало вами, проверьте во свете Священного Писания, это было лучше или нет. Пандемия – это то, о чем говорили три года прошлые, о чем начинают говорить дальше. Пандемия совершает процесс просеивания в народе Божьем. Не бойтесь умереть от пандемии. Бойтесь во время пандемии заразиться этим миром и уйти от Бога. А знаете, как легко уйти от Бога во время пандемии? Прикрываясь страхом заразиться в церкви, люди остаются дома. Но среди недели они на работе, в магазинах и переполненном транспорте страх отсутствует заразиться. Или присутствует? Присутствует. Но они туда идут, а в церковь нет. Странная вера. Освящение в таком случае проходит мимо этих людей. Отцы и матери, это из книги «Христианский дом». Отцы и матери должны своевременно позаботиться о том, чтобы ребенок считал нарушение субботы, пренебрежение общественным богослужением и семейной молитвой не меньшим грехом, чем воровство. Я понимаю, что это вызов, брошенный особенно молодым семьям, у кого дети еще подростки. Друзья, не верьте, что ваши дети, которые сегодня рядом с вами иногда приходят на богослужение, потому что вы иногда приходите, что когда они вырастут, они станут достойными детьми, хорошими христианами, они уйдут вперед вас из церкви. А за это мы несем с вами ответственность. Сегодня Анатолий Дмитриевич очень хорошо показал ответственность дедушек и бабушек. И я думал о себе. Все ли сделал я для своих внуков? Все ли я делаю сегодня? Друзья, мы в ответе за тех, кого Бог нам доверил. Если вы не больны, но остались дома, помните, ваши дети оставят тоже церковь. И что самое страшное, помните, что вы отвратили их от Бога. Окажется, всего-навсего я остался дома, я не пришел на богослужение. Последнюю выдержку хочу прочитать сегодня. Если Христос пребывает в сердце, Он будет виден в семье, в мастерской, на рынке, в церкви. Сила истины проявится в возвышенных, благородных мыслях, в мягком, чутком сердце, приводящем человека в гармонию с Богом. Человек, преобразованный истиной, будет проливать свет на мир, имеющий в себе надежду Христову, будет очищать себя так, как Он чист. Мне кажется, лучше не скажешь. Пусть добрый и любящий Господь поможет нам сделать некую переоценку ценностей в жизни. Пусть Господь поможет нам ощутить нас, как христиан, соответствуем ли мы образу и подобию нашего Спасителя. Когда первый человек вышел из рук Творца, о нем было сказано, что он был сотворен по образу и подобию Божию. Не потерял ли я образ и подобие Бога? Если я сомневаюсь в этом, у меня есть особое преимущество и средство. это молитва. На восьмой день в клинике я, наверное, впервые осознал, когда узнал свой весь диагноз, а он был написан прямо на бумаге над моей кроватью, мне стало очень больно, очень страшно, и я скажу, я заплакал. Моя супруга лежала на втором этаже. Связи у нас не было, телефона у меня не было, потому что я был закрыт этой большой маской. Но моя супруга писала записки мне и передавала через лечащего врача. И вот в тот момент, когда вот это чувство депрессии, какой-то потерянности, когда меня сатана просто доедал уже, какие-то сомнения крутились в голове, в этот момент я увидел, что надо мной склонилось лицо лечащего врача, и она увидела, что я плачу. Она довольно решительно и громко произнесла, Владимир Иванович, вы почему плачете? И потом она сказала слова, за которые мне стало стыдно. Когда моя супруга писала записки, она писала некоторые библейские тексты, и обязательно она перечисляла тех братьев и сестер, те церкви, о которых она уже узнала, что обо мне молятся. Но моя лечащая врач знала, что мне нельзя передать информацию, от которой я могу еще больше впасть в депрессию. Поэтому все эти записки, прежде чем мне дать, врач прочитывала. И когда она увидела, что я плачу, знаете, что она сказала? Владимир Иванович, а вас полмира молится, и вы падаете в отчаяние? А ну-ка прекратите сейчас. Я хотел вытереть глаза, а не мог. Эта маска меня закрывала, но я получил урок. Друзья, когда мы доверяемся Богу, помните, Бог любит нас, Он все сделает, чтобы нас сблизить с Собою и решить наши проблемы. Так пусть же добрый любящий Бог станет центром нашей жизни, а с Ним мы преодолеем все. Помолимся. Святой и праведный Господь, нет слов выразить Тебе признательность и благодарность за то, что Ты продлил и мою жизнь, и я могу стоять на этом святом месте. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты живишь и воспитываешь нас. Ты прежде всего, Господи, открываешься нам, как наш добрый и любящий Спаситель, и помоги нам об этом никогда не забывать и не отчаиваться. Пожалуйста, Господи, помоги нам поставить Тебя центром своей жизни. Пусть Слово Твое всегда говорит к нашему разуму и сердцу. Говори Ты, Боже, а нам помоги не сопротивляться и следовать за Тобою, куда бы Ты ни повел нас. Да будет воля Твоя. Аминь. Твоя Твоя Продолжение следует...